Здравствуйте! Когда начала вышивать грибок, решила поискать всякие виды грибов и сделать целую серию таких грибов, пока остановилась на одном, потому что глаз у меня во время поисков зацепился вот на таких гномиках. Они мне очень понравились, три такие гномика. Главное, что у них шляпки красивые, шляпы меня не оставляют. И вот я сделала побольше выкройку, чтобы они были так вот у меня побольше все, вот такую троицу. Немножко изменила, но в принципе остались они такие же, как и на оригинальном рисунке. Вот такие гномики. Думаю, может еще своих пририсую, но пока вот эти. И начала их вышивать. Вот уже почти закончила. Одного уже сделала вот этого, а третьего хочу сделать такого ершистого, чтобы борода у него во все стороны торчала. Но тут бороду вот я сделала, как вы видите, стеклярусом. Вышила шапочки по-разному там всякими бисеринками. Хотела сначала вышивать как грибок пайетками, но потом раздумала. Сапожки вышила ему ниточками. Еще усы остались. Про усы отдельный разговор будет. И у этого вот начала шапочку вышивать, а потом спохватилась. Думаю, почему я не показываю это все. Вот решила показать вам. Я сейчас начала делать брошки в технике аппликация, можно сказать. У меня все части другого цвета не крашу, а наклеиваю просто вот такой бисер. Подшиваю такой бисер. Вот шапочка зеленая, зеленый, борода белая, белый носик, темно-розовый. Я его сюда подшила. И когда он будет выше, то он будет немножко так торчать. Вот если я вижу, что у меня вещи должны быть в одной плоскости, я просто делаю как бы дырочки и вставляю. Уже, по-моему, показывала в какой-то броши, даже не помню в какой. Вот так. Это вот такие два. А теперь про усы. Усы я решила вышить вот так отдельно. Вот эти усы я посадила на проволочный каркас. Ну, вот его не видно тут, но он есть. Вот он, проволочный каркас. Они будут так вот у этого гнома топорщица тут торчать. Я только вот не знаю, стоит ли подшивать им подложку, потому что я их вот здесь со всех сторон очень хорошо цапан лаком обкли... об... ну... закрыла. Как бы если я просто вырежу, я думаю, что будет достаточно закрепить там в двух местах где-то и вот этот подносик ему подсунуть вот эту вот металлическую штучку подшить сзади. Вот у этого усы будут вот такие. Топорщица будут. Тоже я их уже вышила мелким-мелким с таким мелкой рубкой такой. Должно быть неплохо. Просто показываю вам, как я это делаю. А вот у этого усы я не знаю. Я хочу тоже вышить на белом фетре, но сделать их такими торчащими во все стороны. У меня, правда, длинных трубочек стекляруса нет. Только есть самые длинные вот эти. Вот такие у меня есть. Шесть, наверное, миллиметров они или восемь. Сейчас померю. Где моя линейка? Ладно, не линейкой. Вот этим померяю. Шесть. Ну, я правильно сказала. Шесть миллиметров они. Шесть на два. Стандартные такие бусинки. В общем, вот так. Так что я продолжаю работу. Если какие-то интересные еще какие-то моменты будут, покажу вам. Но, в принципе, тут очень такая работа как бы нам известная уже. Подшиваем кристаллики, подшиваем бисер. Так мы вышивали так и яблочки, и листики, и перышки. Все, все, все вышивается примерно в такой же технике. Просто подбирается материал и вставляется сюда. Вот так. Ну, вот этому гному я решила сделать усы больше него самого. Вот такие вот будут усы у него. Вот такие длиннющие, выходящие. Он же все равно брошка, поэтому он будет вот так. Может быть, будут закручиваться. Если хозяйка захочет, можно будет закрутить. Может, чуть-чуть подрежу. Вот так подносик сделаю, да. Скорее всего, вот так. Вот я приготовила железки, проволочки. Теперь я просто буду брать и вот так класть вот эти усы, обшивать аккуратненько ниткой и потом уже работать рубкой или бисером. Ну, вот я закончила своих гномиков вышивать. Еще осталось заднюю часть делать. Но вот здесь я хочу вам показать. Вот усы у него топорщились вот так прямо вот очень широко. И я их взяла и подшила вот с краев, а потом посмотрела и подшила вот здесь еще посреденьки. И получились, смотрите, какие усы красивые. Они там вот так как бы выглядят. Вот такие усы. А носик, вдруг я обнаружила у себя вот такой шатончик и решила его вставить посредине вместо просто бисерного носика. И украсила еще шапочки вот такими кисточками. И нашлись у меня еще и сердечки. Вот один и вот второй. Смотрите, какие у этого усы получились. Тоже такие объемные. Я их выгнула. Там проволочки внутри и подшила только вот здесь края и вот здесь. И такие вот усатые гномы получились. А у этого тоже вот кисточка и сердечко. Теперь подготовила уже усы следующего гнома, но еще ничего не сделала, не вышила его. Вот это будет гном усатый такой. Вот думаю, так усы. Ну вот, как у этого уже были. Значит, сделаю, наверное, такие усы и как-то их так загну. Здесь вот проволочки у меня. Они позволят мне загнуть усы. Вот такой еще толстенький остался. Если есть вопросы, задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подбородов DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДиımC Ruiz Субтитры сделал DimaTorzok И объемные усики, конечно, Вот так торчат у него из носика И у этого такие прямые, самые приличные усы Длинные Вышивала я их миксом бисера Я купила миксы всякие такие. Вот я их использовала здесь в этих шапочках. Немножко, совсем немножко кристалликов. Немножко бусинок. Ну, в общем-то, материалы такие довольно-таки доступные. Можно использовать любой бисер для шапочек. Я не считаю, что китайский бисер не имеет места быть в таких украшениях. Это же такие брошки носибельные. И, может быть, какие-то талисманы на удачу. Ну, такие, я считаю, это брошечки. Туфельки вышила. Они так хорошо за бородой спрятались. Вот добавила такие кисточки. Хлопчатобумажные сердечки маленькие на удачу. И вот здесь, из-за того, что шапочка длинная, и заколка не становится. Не хотелось мне заколку ставить вдоль тельца. Я сделала хорошие заколки, качественные очень. Они кругленькие такие, знаете вы их, дорогие. И просто сделала вот такую вот заколочку тут. Брошечка лёгкая, в принципе, она может держаться, наверное, и на этой заколке, если на жёсткое, на пальто, на куртку. А если на тонкое, так вот я сделала ещё такую зацепочку. Тут же для шляпки. У всех. У всех, у всех гномиков. Видите, тут такая шляпка. Здесь вот у него как бы цветочки. Теперь вот, когда я их делала, я подумала, может, стоит девочек вышить. У них шляпки будут ещё и с цветочками, с ленточками. В общем, опять возвращаясь к шляпам. Что-то меня шляпы не оставляют. Такие вот гномики. А вам желаю всего хорошего. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok